Всем привет, это компания АТРА, меня зовут Андрей. Сейчас мы находимся на нашем складе в городе Челябинск. Здесь такая большая база, тут есть несколько складов. Вот один из них, это наш склад. Смотрите, мы сегодня проводим испытания и снимаем видеообзор вот такого надувного аквапарка. Это небольшой надувной аквапарк, называется он Детский лес. Состоит он из надувного бассейна и надувной горки. Надувной бассейн он герметичный, то есть его один раз надуваете и он остается в состоянии постоянно. Для надува здесь есть вот такой вот клапан. Вот такой клапан для надува, вот этот. Собственно, вот таким насосом со специальным переходником он надувается быстро, буквально за 5 минут мы его надули. И потом этот клапан можно вот так закрыть, чтобы он не мешался. И еще установлен дополнительный клапан сброса давления. То есть, если вдруг у вас на солнце борт нагрелся, внутри воздух расширяется, и соответственно давление становится больше. Вот этот специальный клапан страховочный, он сбрасывает избыточное давление. Вот такой бассейн. На входе в аквапарк, в этот бассейн, есть вот такая вот лесенка. То есть бортик тут небольшой, 65 сантиметров. Любой ребенок его, в принципе, и без лесенки преодолеет. Но для удобства мы здесь добавили вот такую лесенку. Бассейн выполнен в двух цветах. Получается зеленый и желтый. Дополнительно в комплекте идет, вот еще мы не надули, такие надувные трубки. Ну, с ними можно поиграть, либо их использовать для, так сказать, для безопасности. То есть, когда ребенок скатывается в воду, здесь может плавать трубочка, чтобы он, если что, мог за нее схватиться и не уйти под воду. Ну, про спуск я дальше расскажу. Вот, про бассейн, значит, еще важный момент, что все швы у бассейна дополнительно усилены армирующей лентой. То есть, не просто материал между собой спаян, а дополнительно еще усилены армирующей лентой. Сам материал у бассейна толщиной 0,9 миллиметров. Это самый плотный материал, который может быть. Ну, и у бассейна есть еще дополнительно ручки, чтобы его можно было перемещать. Ручки и крепления, чтобы его можно было заикарить. Но хотя, когда он будет с водой, его не обязательно фиксировать. Главное зафиксировать только саму надувную горку. Вот, а надувная горка, она выполнена по типу надувного батута. Имеет вентилятор, который постоянно подает воздух внутрь горки. То есть, она работает на постоянном поддуве. То есть, если выключить этот насос, то горка, соответственно, сдуется. Ну, на ночь так и нужно делать. Выключаете, она сдувается. У горки есть по всему периметру вот такие вот узлы креплений, которые нужно зафиксировать для того, чтобы горка выдерживала ветровые нагрузки. Также у этой горки есть специальные клапаны для сдува с молнией. Чтобы быстро ее сдуть, открываете эти клапаны и сдуваете. Ну, и у горки есть специальные крепления для того, чтобы провести воду. То есть, они на самый верх уходят. И там уже сверху на обе горки нужно организовать подачу воды. И у батута есть, у этой горки есть две таблички. Одна там с той стороны табличка безопасности. И эта табличка идентификации. Тут указана модель, название, дата выпуска и поставщик. У бассейна еще есть небольшой клапан слива. Вот такой вот. То есть, его можно будет открыть, чтобы слить воду. Вот. И конструкция дна и выполнена таким образом. То есть, чтобы оно не отрывалось, когда набирается вода. То есть, это дно приварено вот здесь к бортику. То есть, чтобы выдерживать давление воды, здесь дополнительно тоже усилено несколькими швами. Вот. Ну и, собственно, горка. Она представляет собой один подъем и два спуска. Горка, она переходит через бассейн. То есть, у нас здесь вот таким образом, получается, горка стоит на бассейне и фиксируется между собой. Вот тут есть два кольца. Нужно между собой их связать. На каждом спуске у нас сделано вот такое небольшое ограждение, для того, чтобы выделить зону приводнения. То есть, для того, чтобы другие дети сюда не забегали, здесь именно ребенок скатывается. И вот здесь вот приземляется в воду, чтобы никто не мешал этому. Эту зону мы выделили как зону приводнения. Также на самих горках вот такие спуски установлены. И в конце есть вот такая вот подушка. Она вот так вот плавает на воде. И получается, когда ребенок скатывается, он приземляется на эту плавающую подушку и не сразу проваливается в воду, как бы, а постепенно. Это нужно для безопасности, чтобы если маленькие дети приводняются в воду, они как бы не захлебнулись и не испугались. Итак, еще расскажу про важный момент, про качество изготовления. Вот сюда везде подается вода, поэтому все горки и лесенки, все швы здесь у нас закрыты. То есть, вот здесь установлен сменный спуск, вот такой. И у него, видите, он по бокам закрыт, во-первых. Эта часть закрыта. И они между собой сварены. То есть, тут нет дырок, нет швов сшитых. То есть, тут все проварено, вода получается, она будет стекать, и она никуда не уйдет. Она сразу вся будет попадать в бассейн. Ну, и мало того, помимо этого, мы еще... Сейчас покажу. Даже если как-то вода каким-то образом попадет, то есть, мы саму горку тоже все швы проварили. Вот видите, шов он не сшит, и он проваренный. Это сделано для того, чтобы вода не попадала внутрь конструкции. Ну, и здесь то же самое. Здесь сменный подъем. Если его убрать... Вот, можно увидеть, что тут шов тоже проваренный. Вот, на подъеме у нас есть ручки удобные, есть перила, и вот такие вот ступени. То есть, ребенок держится за ручки, может держаться за перила, и поднимается. Тут высота небольшая, вот еще дополнительно подсоединяется такая подводная ступенька, но можно и без нее работать, потому что этот... Ну, глубина тут небольшая. Вот, здесь все, получается, поднимается ребенок наверх. Вот, я сейчас сюда поднялся. Вообще, этот аквапарк небольшой, то есть, он рассчитан на детей, которые не тяжелые. И для них тут места достаточно. То есть, вот, даже тут наверху я располагаюсь, тут получается и высота достаточная, сверху все закрыто, то есть, никуда не выпасть, не выбраться. Вот тут вот, получается, будет крепиться шланг, чтобы вода вот сюда попадала на горку. Ну, и, соответственно, здесь все закрыто, тоже даже если сюда вода попадает, вот здесь бортики закрыты, пол закрыт, и она туда утекает. Тут вот есть предупреждающая табличка, что нужно скатываться в положении сидя или лежа ногами вперед, головой вперед скатываться нельзя. Ну, и все. В дальнейшем, получается, ребенок садится и скатывается с этой горки. Попадает в бассейн, бассейн может поплавать, поиграть, и возвращается обратно на подъем, и вот так вот можно повторять бесконечное количество раз. Вот такая вот интересная, небольшая надувная горка с бассейном. Называется она у нас надувной аквапарк. Поэтому обязательно обращайтесь в компанию АТРА, заказывайте надувные аттракционы. Также производим различные модификации под заказ. Можем изменить цвет, можем изменить размер, конструкцию, добавить что-то еще внутри бассейна, плавающие игрушки. Сам бассейн также можно сделать другой формы, можно сделать круглый, прямоугольный, квадратный, высоту бортика увеличить. Вот, поэтому компания АТРА всегда на связи. Всем пока!